Привет! Итак, отвечаю на ваши вопросы. Сегодня у нас будет такой вопрос. Ноги почему не сняли? Как их ставить? Какие веса? Какое количество повторений? Сколько подходов? Как часто в неделю тренировать? С чем совмещать? Вначале в конце трений делаем. Этот вопрос был на видео «Задняя дельта на верхнем блоке с канатом». И я заметила, очень часто пишут такие вопросы, почему ты не пишешь сколько повторов, сколько подходов, сколько повторений и так далее. Как часто это упражнение выполнять? Дело в том, что я поставлю ссылочки на видео, где отвечала, сколько повторов, сколько подходов. Но в сумме что могу сказать? Когда я ставлю какое-то видео упражнение, вы его можете выполнять в зависимости от того, если вы делаете, допустим, тренировку суперсетами, то это будет столько-то подходов. Если вы делаете тренировку более сильным весом, это будет, допустим, по пирамидке, это будет 15, 12, 10, 8 повторений, правильно? Увеличивая вес. То ли это будет как комбинированное упражнение в комбинации с другим упражнением «Заднюю дельту», то вы будете делать по 15 повторений. Поэтому, если я каждое видео упражнение буду описывать 100%, насколько вот только по 15 это упражнение делать, это не будет иметь смысла. Поэтому, что я вам хочу сказать, что если вы видите какое-то видео упражнение, и я не говорю, сколько повторений, сколько подходов, это значит, что вы можете это упражнение выполнять в разных вариациях, смотря, какая у вас программа тренировок. То ли это по пирамидке, то ли вы делаете суперсетом и так далее. Постановка ног тоже иногда не настолько важна в этом каком-то упражнении, если это задняя дельта, если вы видите, я наклоняюсь назад, то есть вы уже понятно, или будете стоять с ногой, которая стоит сзади, или просто стоять прямо, вы упадете. То есть иногда, да, может быть, там видеограф не снял какой-то момент, но если это упражнение на заднюю дельту, опять же, больше важно, как показать, работают и куда идут локти, чем как стоят ноги. Окей, с чем совмещать? Опять же, как я и сказала, некоторые упражнения, трудно ответить, с чем совмещать. То ли, опять же, это будет комбинация упражнений, я поставлю в ссылочке, посмотрите, есть на заднюю дельту, есть отличные комбинации, мои любимые, есть отдельным это упражнение можно сделать. То есть иногда вот на такие вопросы очень трудно ответить. Тоже в начале или в конце трени делаем. Тоже можно взять в начале как разогревочный сет, и оно тоже очень хорошо проработает заднюю дельту, подогреет ее, допустим, к следующему сету, и в этом варианте вы будете делать по 15 повторений с одинаковым весом, опять же, к разогревающий сет. Или вы сделаете в конце, вообще есть такой принцип FST 7 от Honey Rambit, когда вы делаете 7 подходов, оставлю ссылочку внизу, 7 подходов, это упражнение, как заключающее, дожигающее упражнение, тоже офигенно работает. То ли вы сделаете по пирамидке посредине тренировки, где вы сделаете с увеличением веса и с уменьшением количества повторений. То есть очень много есть вариаций, чтобы ее каждую описывать каждому упражнению. То есть я поставлю обязательно ссылочки, посмотрите на эти вопросы, которые, в принципе, очень часто пишут в таких видео. Дальше тоже часто один раз несколько даже заметила, что там в жиме ногами, пожалуйста. Дело в том, что у всех разная flexibility или как разная растяжка. Очень часто, если увидели, есть люди, которые полностью выгибаются, у них локти, колени и так далее. И когда такой человек, допустим, будет показывать тот же жим ногами, у него, если просто будет прямо стоять колено, то есть оно будет показываться, что да, оно недовыгибается. У кого-то оно, видите, у меня не прогибаются настолько суставы, то есть у меня не будет такого эффекта. Но опять же, я уже всегда пишу в видео, уже там в описании, если я в самом видео-то не сказала, в жиме ногами, пожалуйста, никогда не выталкивайте полностью, не выжимайте колени, потому что это чревато для коленей. Но мне все часто, не знаю почему же, в описании написала, даже в видео отдельно сделала, что нет, я никогда колени в жиме ногами полностью не выгибаю. То есть нельзя его, как говорится, lock in. Не знаю, почему не слушают. Вот, поэтому это еще один момент, который хотела сказать насчет этого. Хорошо? Так что пишите вопросы, опять же, если по упражнениям какие-то непонятные, буду рада ответить. Продолжение следует...